У меня есть брат, который в данный момент проживает в Российской Федерации, точнее в Москве. Я по инициативе своего брата сделал загранпаспорт для того, чтобы я мог к нему там выезжать. В частности, приезжать к нему в Тирасполь, либо на тот момент он жил в Крыму в 16-м году, либо в Крыму в Севастополь. После этого я к нему приезжал неоднократно, где-то в марте месяца 17-го года он меня попросил приехать, чтобы перевезти деньги. Суммы были от тысячи до четырех тысяч долларов, передать определенному человеку, которого номер он мне скинул вайбером. Еще была просьба от моего брата, чтобы я купил сим-карты, которые, как я впоследствии узнал, использовались для регистрации петиций на сайте президента Украины. Я узнал также, что они занимаются работой в соцсетях, в одноклассниках, в контакте, в сайте в интернете ведут, и занимаются антиукраинской пропагандой в сети. В частности, там ведут группы антиукраинские в контакте и тому подобную деятельность. Из разговора со своим братом я выяснил, что он контактировал с сотрудниками спецслужб Российской Федерации и пытался на них выйти и дать заплатить им денег на то, чтобы побыстрее оформить себе этот вид на жительство. После этого я ездил еще неоднократно к нему в терраску, один раз ездил в Севастополь. В Севастополь я видел еще одного его сотрудника, и он в разговоре упомянул о том, что у них там есть кураторы. В виде основной, кто у них там, как бы из них главный, которые выехали с Одессы, это был, который был организатором Куликового поля антимайдана в Одессе. А у него, соответственно, кураторы, насколько я понял из разговора, это Сурков. Также в разговорах со своим братом и его знакомыми я узнал, что один из людей, которых я видел еще в 2014-2013 примерно году, он участвовал во 2 мая в Одессе. И после этого он уехал в Луганск и там возглавил одну из террористических организаций. В этой беседе прозвучала мысль о том, что есть неплохая, можно неплохо заработать, если устроить теракт. В частности, на нефтепроводе под Одессой, в районе Куятник, Лимана Хаджидеев. На что я ответил несогласием и сказал, что я в этом участвовать не буду. Продолжение следует...